МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. 60 из 65 Владимир Путин предложил смягчить пенсионную реформу. Ничего святого в регионе ограбили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Благоустроенный двор нужен не всем. Рязанцы протестуют против проведения работ по реконструкции дворовой территории. 29 августа президент Владимир Путин обратился в телеобращение к жителям страны и рассказал о пенсионной реформе, которую назвал необходимой мерой. В итоге для женщин пенсионный возраст он предложил увеличить не на 8, а на 5 лет. То есть представительницы прекрасного пола будут работать до 60 лет. Постепенное повышение пенсионного возраста завершится на поколении женщин 1968 года рождения. Сейчас им 49 или 50 лет. Эти и более молодые женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. Пенсионный возраст для мужчин увеличится до 65 лет. Многодетные матери получают право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей. Женщины с тремя детьми получают право выхода на пенсию на 3 года раньше срока, с четырьмя – на 4 года раньше. Женщины, у которых 5 детей и более, изменения не коснутся. Как и сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет. Те же, кто должен выйти на пенсию в 2019 и 2020 году, получают право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Будут разработаны программы поддержки, занятости и переквалификации. Также внедряется контроль за увольнением граждан предпенсионного возраста. Расширяется понятие предпенсионного возраста – 5 лет до наступления срока выхода на пенсию, вместо нынешних – 2 лет до пенсии. Кроме того, предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста – с 4900 рублей до 11 280 рублей – уже с 1 января 2019 года. Выплаты могут быть получены в течение года. Повышение пенсионного возраста будет проходить в несколько этапов – с 1 января 2019 года. Каждый год переходного периода пенсионный возраст будет повышаться на один год. В продолжении темы. Рязанцы, выступающие против пенсионной реформы, собрались у ЦНТ на площади инноваторов, чтобы встретиться с депутатом Государственной думы фракции ЛДПР Александром Шерином. Подробнее в нашем следующем сюжете. Партия ЛДПР выступила с резкой критикой предлагаемой пенсионной реформы и поддержала жителей, которые выступают против повышения пенсионного возраста. Таких в стране и в Рязанской области большинство. Мы в Рязани проводим уже не первую акцию. И мы будем их проводить. И мы будем это делать до того момента, пока не будет окончательно решен вопрос о сворачивании антинародной пенсионной реформы. Мы выражаем мнение народа. И сегодняшняя акция есть не что иное, как подтверждение тому, что люди в городе Рязани, в Рязанской области, да и во всей стране активные. Партия ЛДПР законопроект не поддержала. Тем не менее, он прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Документ предполагает, что возрастная планка выхода на пенсию будет расти пошагово. Для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин до 65 лет к 2028 году. Рязанцы к таким переменам не готовы. Я против повышения пенсионного возраста. Я пришла сюда ради детей, ради внуков. Восемь лет женщине, да вы что, работают-то русские женщины. Она с работы на работу. Ее дома и дети, и семья, и дома дело, не в проборок. У нас продолжительность жизни мужчины 60 лет, а женщины чуть побольше. У нас люди просто не будут доживать до пенсионного возраста. У меня примеры перед глазами. Это родственники. Многие умирают 60. Сотни человек приходят на встречи с депутатом Госдумы от партии ЛДПР Александром Шерином в разных районах города, чтобы оставить свои подписи под петицией. Тех, кто хочет это сделать, но не смог прийти на эту встречу, ждут в региональном отделении ЛДПР по адресу улица Вокзальная, дом 11. Мы хотим собрать подписи избирателей для того, чтобы эти подписи можно было продемонстрировать депутатам Государственной Думы. 450 человек, которые избраны от всей Российской Федерации, они не имеют права голосовать против воли своих избирателей. 92% россиян против повышения возраста выхода на пенсию. Второе чтение законопроекта запланировано на конец сентября. В партию уверены, что есть другие способы решить проблему с дефицитом бюджета. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязанской области сотрудники МВД России пресекли работу цеха по производству суррогатного дизельного топлива. Производство фальсифицированных нефтепродуктов, как выяснилось, было налажено. Подробности далее. Подпольный цех располагался на территории нефтебазы. Дистопливо изготавливали путем смешивания низкокачественных продуктов нефтепереработки с керосином. Суррогат сбывали на территории Рязанской и Тульской областей. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Рязанской области пресечено производство фальсифицированных нефтепродуктов. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 117 миллионов рублей. В отношении организатора незаконного производства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации. Денис Леева, телекомпания «Город». Пожилым везде у нас почет. Об этой поговорке, кажется, забыл местный житель Сассовского района Рязанской области. Недавно именно там ограбили 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Подробности преступления в нашем следующем сюжете. Пройти огонь, воду и медные трубы и быть ограбленным в своей собственной квартире. Именно такая судьба постигла 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Николая Лисина. По словам мужчины, к нему в квартиру через незапертую дверь ворвался незнакомец. Злоумышленник схватил ветерана за шею и пригрозил физическ расправой. После забрал деньги из кармана рубашки. 2000 рублей. Затем злоумышленник скрылся. После происшествия Николай обратился в дежурную часть отдела МВД России «Сассовский». Ветерану удалось запомнить лицо и рост нападавшего, а также элементы его одежды. К расследованию преступления подключились кинологи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Дал признательные показания. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 грабеж. Сотрудникам полиции удалось установить, что злоумышленник обратил внимание на свою будущую жертву в тот же день, во время прогулки. У ветерана просвечивались денежные купюры через карман рубашки. Злоумышленник дождался, пока пенсионер пойдет домой, где и напал на него. Теперь задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. В Рязани 23 двора нуждаются в благоустройстве. Ремонт подъездов, появление скамеек и фонарей, освещение, строительство детских площадок. Все это будет сделано в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды города Рязани. Бывают ситуации, когда жители дома отказываются от благоустройства. Об одном из таких примеров расскажет Валерий Седов. Выкопанные лавки, спиленные деревья и отсутствующие фонари. Вот во что превратилась когда-то уютная, по словам местных жителей, придомовая территория. Теперь здесь лишь перекопанная земля. А лавочки остались только у подъезда в двух домах, которые огораживают площадку 32 и 34. Сейчас на улицу вышли больше 20 местных жителей. Это инициативная группа. Они в один голос заявили, что никаких документов о благоустройстве придомовой территории они не подписывали. И все работы, которые ведутся на их площадке, незаконны. Однако существует протокол собрания жильцов, в котором говорится, что за инновации проголосовало 67,5% жителей. Правда, активисты ставят подлинность этого документа под сомнение. Например, в протоколе отсутствует дата собрания. А подписи одного и того же человека различаются в каждом документе. Наша инициативная группа провели работу, обошли дом. Из 144 квартир 87 человек подписались, свою подпись внесли против этой программы. Мы не хотим участвовать в этой программе. Дело в том, что до нас не довели ни план вот этой реконструкции, ни сумму денег, которую мы должны платить. Ничего. Жителям двух домов сказали, что всю необходимую информацию им доведут потом. Вот только потом приехали рабочие, которые сняли все фонари освещения и вырубили деревья. По словам местных жителей, на образовавшейся территории появится автомобильная парковка. Об остальных планах по благоустройству они не знают. Активисты уже обращались с несколькими инстанциями. Мы обращались и будем обращаться. Обращались в следственные органы. Приезжал наряд полиции, когда здесь у нас ломали и крушили освещение, резали провода. Потом мы обращались в прокуратуру, и в районы прокуратуры, и в областную прокуратуру. Обращались в администрацию Ковалеву и Карабасову. По словам местных жителей, они получили только один ответ, в котором говорилось, что решение о благоустройстве они могут обжаловать в судебном порядке. Как раз именно за это решение и выступают люди, а не против изменения на своей территории. Ситуация осложняется и тем, что часть придомовой площадки приватизирована жителями. У дома 34 участок муниципальный, а у 32-го частный. Жильцы говорят, что благоустроенную площадку они будут оплачивать из своего кармана. Первоначально администрация и наши старшие по дому объявляли нам, что 5 миллионов выделено на благоустройство нашей дворовой территории. Обещались нас высчитывать по 40 рублей с квадратного метра. Елена Старостина сообщила, что теперь сумма достигла 8 миллионов рублей, и жильцы будут платить по 65 рублей за квадратный метр. Красивые деревья, которые росли здесь десятилетиями, и в чьей тени можно посидеть на лавочках в жаркий день, теперь превратились в обычные поленья. Вместо больших раскидистых берез остались тонькопеньки. Наша телекомпания отправила запрос в администрацию города, чтобы они объяснили складывающуюся у этих домов ситуацию. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязанской области прошла межрегиональная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области». 20 фирм-поставщиков представили свыше 100 единиц разнообразной сельскохозяйственной техники и оборудования для обработки почвы, ухода за посевами. Стенд компании «Кузница» занял территорию площадью 1 гектар. Компания является одной из лидирующих в стране по поставкам высокотехнологичной сельскохозяйственной техники, запасных частей и техобслуживанию. Компания «Кузница» на рынке уже 13 лет. Она является официальным дилером ведущих европейских производителей. Одна из новинок, представленных на форуме «День поля» – универсальный трактор для всех видов фермерских работ «Массей Фергюсон 6713». Машина полностью компьютеризирована, что позволяет механизатору выполнять самые сложные задачи в комфортных условиях. Механизатор в этом тракторе работает все 8 часов и имеет минимальные усталости. В принципе, он может вообще за руль не браться. Машина будет кататься сама. Есть такая возможность. Еще одна уникальная машина – разбрасыватель удобрений немецкой компании «Амазоны». Занимает в Европе и в России первое место по экономии распределения минеральных удобрений. За счет внедрения электронных механизмов и исключения работы человеческого фактора данная машина позволяет экономить на распределении удобрений. Компания «Кузница» поставляет сельхозпроизводителям технику для заготовки кормов, обработки почвы и защиты растений, посевную и посадочную технику, агрегаты для орошения и полива. Отделения компании расположены в 13 городах России, в том числе в поселке Искра Рязанской области. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На межрегиональной агропромышленной выставке форума «День поля-2018» более 30 производителей и поставщиков удобрений, средств защиты растений и кормов для животных представили свою продукцию. Один из лидеров на рынке средств защиты растений – группа компании «МТС Агро Альянс», выпускающая препараты под общей маркой «Шанс». Группа компании «МТС Агро Альянс» работает на отечественном рынке уже 14 лет. Сейчас сельхозтоваропроизводителям предлагаются линейки по защите и микроудобрению растений. Более 50 препаратов для всех видов культур. Партнеры «Агро Альянс» есть в каждом районе области. Евгений Костин работает с этим поставщиком уже пятый сезон. Во-первых, это гибкость цен, гибкость подхода к клиентам. Ну и, наверное, самый главный и важный фактор – это качество тех препаратов, которые они поставляют. Одно из преимуществ средств защиты растений МТС Агро Альянс – препараты постоянно совершенствуются. Над этим работают ученые из Института защиты растений, Института сахарной свеклы и других. Каждый препарат проходит испытания в собственном хозяйстве на площади 10 тысяч гектаров. Сейчас мы строим завод производства сельхозхимии нашей, именно средств защиты растений в Ельце Липецкой области. Объем производства 60 тысяч тонн в год, с дальнейшим увеличением до 100 тысяч тонн. Группа компании МТС Агро Альянс производит лучшее, что есть на рынке препараты, которые проверены временем и сельхозпроизводителями. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Готовь шубу летом – это выражение стало прописной истиной для многих модниц. Теперь у них появилась возможность купить качественный мех по доступной цене. В МКЦ начала свою работу выставка продажи «Росмех». Лето подходит к концу и самое время подобрать для себя новую, удобную, теплую верхнюю одежду из натурального меха. Выгодно приобрести шубу в Рязани можно только на этой неделе с 29 августа по 2 сентября в МКЦ на выставке продажи «Росмех» со скидкой до 50%, а также оформить кредит или рассрочку без переплат. Например, норковая шуба за 3000 рублей в месяц. Срок предоставления рассрочки – 24 месяца. Посетители выставки будут приятно удивлены представленным ассортиментом новой коллекции меховых изделий из мутона, норки, лисы, каракуля и других видов меха. Профессиональные продавцы-консультанты помогут выбрать для вас из всего разнообразия самую подходящую модель по цене, качеству и фасону. Советуем всем модницам посетить нашу выставку-продажу. Мы предлагаем богатый выбор изделий от классики до авангарда. Широкая цветовая гамма и размерный ряд от 36 до 66 размера. Особое внимание мы предлагаем обратить на изделия из североамериканской норки – «Блэклама» и «Блэкнафа». Ваш выбор – это вопрос вашего стиля. Также на все изделия предоставляется рассрочка без переплаты и скидки до 50%. Выставка-продажа «Россмех» пробудет в Рязани всего несколько дней. Успеть выбрать подходящую шубку по выгодной цене можно только до 2 сентября в МКЦ на втором этаже по адресу Первомайский проспект, 68. Ведь меха всегда пользуются устойчивым спросом. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова